Алло Русик, салам. Салам. Че делаешь? Че, че, таксую. Таксуешь. Помнишь, я тебе рассказывал про переоформление онлайн? Давай ко мне вовсе, 50 на 50 будем, 70 на 30. Ой, нет, ты че, вот это онлайн, вот это все, вот туда-сюда, вот эти сайты вообще не шарю. Это я тебе все объясню. Да? Ладно, давай, выезжай. Офигеть, Жуматаев, ты че, патрульку что ли на офис поменял? Ты какой патрульку на офис? Я на патрульке на офис заработал. Ну, давай, присаживайся. Сейчас все расскажу. Вообще, Русик, переоформление автомобиля онлайн это вообще легчайшая процедура, серьезно? Да не может быть это. Да там всего несколько этапов, все очень просто. Ладно, давай, учи меня, ну-ка. Смотри, для начала заходим на сайт yegov.kz при помощи ЕЦП. Ну-ка. Так, подожди, ЕЦП? А че такое ЕЦП? Электронно-цифровая под... А, это есть, у меня есть. Подожди, а если у кого-то нету? Что все, переоформление запрет? Да, нельзя без ЕЦП, вообще не вариант. Ёлки-палки. А че, ёлки-палки, сходи ты в ЦОН, 15 минут потрать, ну и будет тебе ЕЦП. Ха-ха, ЦОН и 15 минут это вообще несовместимые вещи, я тебе отвечаю. Ну, перестань, я там нормально все быстро делаю. Ну, вообще да, ЕЦП быстро получается. Следующий этап, теперь собственно переоформляем автомобиль. Подожди-ка. Чей автомобиль будем мы переоформлять? Натуре чей автомобиль будем, а? Ёлки-палки, ну. Давай твою машину на меня переоформим. А давай че, для примера же. Конечно. Давай, давай. Давай вот этот вот Lexus 570, я недавно видел по встречке, вообще вот так вот он просто... Нет, ну че, Lexus 570 это не мой, это бабушкин, у меня откуда такие деньги? Офигеть ты бабушке скажи, чтоб это по встречке не гонял. Она старенькая, у нее зрение плохое же уже просто, ну. Тогда может Гелен? Гелен вот этот твой, вот этот. Нет, Гелен это не мой, ты че, это жены, у меня откуда такие деньги? Это у них бабушка зарабатывает. Ёлкин, ну давай тогда хотя бы крузака вот этого, твоего крузака. Нет, крузак, крузак это дядькин, братан. А оранжевый вот этот крузак? Он за голландцев болеет просто, ну. Давай мою машину вот, Opel Astra. Opel Astra? Ну. Что-то я тебя на этой машине ни разу не видел. А я на ней не езжу, она во дворе на спущенных колесах стоит, там дети из нее балаган сделали. Давай хотя бы эту машину, ну. Теперь заходим в раздел транспорт и коммуникации, жмем сюда, потом заказать услугу онлайн. И тут, о, видишь все правильно, на меня только Opel Astra зарегистрирован. Выбираем Opel Astra и жмем далее. После этого на экране появляется типа электронный техпаспорт твоего автомобиля. Здесь просто жмем далее. Нажимаем далее. Нажимаем далее. Ой, что здесь такое написано? Осик, а это самая страшная страница, потому что на ней проверяются все штрафы, все там налоги уплаченные, не уплаченные, залоги у тебя машины находятся и все тому подобное. Понятно? А что у тебя здесь 4 зелененьких кружка, один красный? Как красный? Нифига себе штрафы, откуда у меня штраф? Ну-ка, парковка в неположенном месте. Блин, надо сказать, чтобы они этот балаган передвинули, а то я разорюсь на этой парковке. Короче, оплачиваем этот штраф онлайн. Оп, видишь, зелененьким загорелось. А, да, все зелененьким. Тут же на этой страничке вводим ИИН покупателя. Так, давайте продиктую его. Да, я знаю его, братан. Откуда ты знаешь? Я твои права удостоверения столько раз в руках держал, я их всю наизусть знаю. А что ты меня тогда с днем рождения не поздравляешь? И на этой же странице указываем стоимость автомобиля. Давай, вводи цену. В смысле 5 миллионов? 5 миллионов за Opel Astra? Ну, это же раритет, братан. Какой раритет, а? Какой раритет? Ты что? Она стоит на месте? Ну. Значит, пиши 200. Никакой 200 тысяч. Просто 200. И ладно, давай, это же пример все-таки. Конечно. Дальше жмем перейти к подписанию. Давай. Теперь жмем подписать запрос и подписываем его своей электронной цифровой подписью. Полетели. И вот уже после этого в твоем личном кабинете на egov.kz тебе придет уведомление. Так, зашел. Пришла заявка? Ну. Теперь ты должен дать согласие на эту сделку. Пожалуйста. После этого тебя перекидывают на страничку, где ты видишь свои данные, мои данные. А на следующей страничке теперь уже тебя проверяют на наличие штрафов. Ну-ка. Да не, может не надо. Это надо, Русик. Это может не надо. Это надо, я тебе говорю. Давай. Это козел, а. Я же тебе говорил, не надо. Идеально все. Давай жми далее. Далее. На этой странице ты уже выбираешь место, где ты будешь получать номера. И, собственно, форму номера. Там прямоугольный или квадратный тебе надо. О, офигенно. Тогда давай выберу круг и тетраэдер. Ой, не прикалывайся, а. Там же ниже можно поставить галочку, если ты вдруг хочешь заказать себе номер повышенного спроса. Подожди, а что это за номера повышенного спроса? Ну, это те номера, которые раньше мимо кассы. Ой, мимо, это-то. Вип, вип. А, не, мне обычка пойдет. А, обычные номера можешь выбрать из тех, которые есть уже в наличии в Sony. Ну, как понять, есть в наличии? Ну, вот это то, что тут напечатано, это уже изготовленные и лежат в Sony. А, вот красивый вот этот номер. Подожди, а если я какую-то другую хочу цифры, другую серию, а в наличии его нету? Ну, это уже другая история. Надо в спецсон ехать, там заказывать, там минимум 15 дней ждать. Это другая история, Русик. Выбираем те номера, которые есть в наличии. На следующем этапе тебе отображается вся полностью информация о нашей с тобой сделке. Так, вижу, ну. Теперь там внизу ты должен поставить галочку, что ты согласен со всеми ее условиями. Поставил. Теперь тебе надо оплатить за номера и техпаспорт. Так, ага, оплатить через карточку. Так, все данные, ага, это ввел. А теперь финишная прямая, просто еще раз подтверди заявку. Так, подтверждаю. Все, теперь ждем полчаса, час и все, можно ехать в спецсон. Хотя, знаешь, что ждать, да. Просто берешь мои старые номера, а то пилястры, да. И едешь в спецсон. Пока доедешь, как раз тебе заявку одобрят. Ну вот, да? Я тогда поеду. Да, давай. А где 200 тенге? Ой, давай это будет твой корндык мне за новую машину мою, а? Эй, ладно, давай. Давай. Че, давай в 4 руки сейчас садим по 1000 тенге за машину. Сейчас будем снимать, ставить, снимать, ставить на учет. А зачем? Мы сейчас все равно весь видеоматериал этот на колесах из этого выложим. Все люди узнают, как правильно переоформлять онлайн и сами будут делать. Какой видеоматериал? Ну вот, который вот мы записали. Вы когда камеры эти успеваете ставить, а? У меня точно такой же вопрос ко всему ГАИ вообще в мире, а. Когда вы успеваете камеры по городу ставить, а? Так, русских не выкладывай, я на это же не подписываю. А ты подпишись. И вы тоже подпишите, чтобы всегда быть в курсе свежих событий. И колокольчик нажмите, чтобы никогда не пропускать новую серию. Почему я это говорю? Куда это? Потому что мы здесь долго пишем, здесь вот это вот надышание, вы понимаете все серьезно?